Вот теперь, почему это спецоперация, а не война? Вы смотрите, как американцы вели войну в Югославии. Они все мосты, например, побили в Белграде. Они разбили первым ударом Генеральный штаб, чтобы управление на Министерство обороны до сих пор не восстановили. Они убили несколько тысяч человек в ходе только бомбардировки. То, что они признали сами. Ирак. Вы помните, что там с Масулом произошло? Это второй по величине город. Почему? Потому что они не жалеют людей. То есть, подошли к городу. Что делать? Если входить в город, в тебя начнут пулять на всяких окон, а тебе что делать? Не, они туда не входят. Они заявляют, вот вам коридор. Выходите. Выпускаем вас до такого-то времени. Кто не спрятался, мы не виноваты. Значит, мы вас выпускаем, потом просто делаем из вашего города котлету. Ну, что они сделали? Заметьте, они же так воевали во Вторую мировую войну. Они Дрезден просто расхреначили весь. Хотя там не было ни военных целей. Там 100 тысяч человек за ночь погибло. Ну, про Хиросиму Нагасаки тоже не буду говорить. Причем? Вы думаете, они за это извинились, что ли? До сих пор. Нет, они считают, что они правильно делали. Была война. Итак, наступление ведется примерно с четырех сторон. Со стороны Беларуси в сторону Киева. Киев с запада блокирован. Это еще раз, это признает украинская сторона тоже. Но туда никто не входит, в Киев. Несмотря на то, что они врали, опять же, там какие-то диверсионные группы. Почему не входят? А зачем? Зачем туда входить? Ну, какой смысл? Ведь, понимаете, если вы хотите оккупировать страну, да, вы входите, комендатуру устраиваете, значит, там, там, патрули какие-то расставляете, комендантский час. А что сообщают мэры городов, куда вошли наши? Сами украинские мэры пишут в Твиттере. Подошли русские, спросили дорогу, сказали, чтобы мы дальше продолжали свою обязанность, и вот поехали дальше. Это что, война, что ли? Теперь, значит, Киеву подошли. Взять его могут в любой момент, но не делают это потому, что, конечно, не хотят просто человеческих жертв. Особенно на фоне розданного оружия. Зеленского-то там нет. Это понятно. Его старик Байден спасет. Других жалко. Дальше. Наступление идет со стороны Харькова. Харьков тоже блокирован. Туда тоже никто пока не входит. То есть, туда как заходит и уходит. А зачем? Что там делать? А вот теперь смысл. Самые главные боевые операции идут в зоне Донецкой и Луганской народных республик, которые мы признали. Вот многие мракобесы пишут. Ну, а что? Ну, почему мы не воюем в Луганске и Донецке? Что там по всей Украине? Вот нафига это делать? Вот объясняю. Значит, Луганская и Донецкая республика ведут наступление против основной массы украинской армии. 70 тысяч человек из двухсот. Которые, ну, действительно, имеют какой-то боевой опыт. Там более-менее главное. К сожалению, очень сильно построено за 8 лет обороны. Они их отдавливают и скувывают. Вот это основное. Вот в тыл этой основной группировки выдвигаются два наших клина. Один со стороны Харькова. С севера. Заметьте, под Донецком украинцев не трогают. А они, кстати, это я к дамочкам обращаюсь. К слезливым. Они как молотят по Донецку, так и молотят. Вот это-то все показывают. Вот там действительно гибнут мирные люди. Что же у нас не пищали, когда убили двух учительниц в Горловке? Недавно. В школе. Да, там армия ДНР не наступает. Она наступает на запад. В район Мариуполя и Волновахи. Оба города блокированы. А с другой стороны. С запада к Мариуполю подходит наша армия. Вышедшая из Крыма. Причем вот эти мракобесы, которые пилы, что там за армия? Да они за день по 100 километров проходят. Это что, мало что ли? Сейчас наша армия заняла Бердянск, что признал мэр этого города. Опять в своем твиттере русские пришли в Бердянск. Заметьте, он ни разу не написал, что они у кого-то сигареты отобрали. Не знаю, русские. Кому-то там щелчки отдали. Ну, мог бы написать. Русские ему опять сказали. Старик, давай работай. Что такое Бердянск? Бердянск это с той стороны. Вот с этой идут ДНР на Мариуполь. А с этой наша. От Бердянска до Мариуполя 80 километров. Мариуполь в кольце. В Мариуполе находятся в основном нацистские батальоны. Еще раз. Их не платошки нацистскими признал. А Конгресс Соединенных Штатов заявил, что батальон Азов нацистский. Бессовестные люди. У вас что? Деды не воевали с ними, что ли? Вот с такими же знаками, как у них. Ну, как так можно за них вообще родить? Которых американцы считают нацистами. Ладно мы. Они. Итак, к Мариуполю с обеих сторон подходят ДНР и наша армия. Не встречающая никакого сопротивления. Наши, слава богу, заняли две атомных электростанции. Одну в Чернобыле, вы знаете. Опять украинцы признают, что там даже ни одного выстрела не было. Мало того, украинский батальон охраны сказал, давайте вместе с вами охранять. Молодцы люди. И охраняют. Что русские там ворвались. В наручники всех заковали. Сотрудников станции. Им верят вот в эту хрень. Чернобыль под нашим контролем. Вчера мы заняли главную, самую крупную в мире, в Европе, прошу прощения, 6 энергоблоков, Запорожскую атомную электростанцию. Последний энергоблок сдали бандеровцам в 1989 году. Навью.